Здравствуйте! Я Борис Бояршинов. Я советский человек. Я начинаю свое повествование, очередное повествование, как вот советский человек представляет себе историю России. Сегодня подошла очередь самого, наконец, драматического момента в моем восприятии истории. Это начало Великой Отечественной войны. Я уже говорил в прошлый раз, я так пытался подойти, я все боюсь за эту тему взяться. Она такая важная, такая личная очень. Боюсь за эту тему взяться, потому что, вы знаете, со временем, для меня эта тема открылась где-то в конце 50-х, в начале 60-х годов. Какие-то вопросы, получаются на них ответы, может быть, не всегда приятные, а какие-то вопросы появляются, которые кажутся совсем неприятными. Я вам сейчас расскажу. Значит, ну, у нас традиционно был вопрос так, почему немцы напали неожиданно, что там у нас руководство, почему не вняло предупреждение многочисленным. Потому что предупреждения не только от разведки были. Вот, например, у нас тогда стал легендарным с подачи Никиты Сергеевича Хрущева разведчиком, значит, Рихард Зорге. Это уроженец Баку, немец, который, значит, внедрился в немецкие структуры. И работал журналист немецкий, значит, в Токио. Вот там Токио, где-то там в Китае он выезжал. Вот в тех местах он работал. И, значит, он все время опасался провала. Потому что он был очень популярен, и все боялся, что его начнут повышать немцы, да, приглашать на какие-нибудь должности. А приглашение на какую-нибудь должность – это тщательная проверка. И тут возне выясняется, что он, значит, член Коминтерна, с Коминтерном был связан, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, понятное дело, что конец его разведки. Так вот, он предупреждал. Мы его очень, так сказать, ценили. А почему с подачи Хрущева? Потому что Хрущев посмотрел фильм иностранный. Кто вы, доктор Зорге? Ну-ка, ну-ка, покажите, покажите. А мы и не знали. Ну-ка, что там у тебя? Спрашивает он, КГБшник, начальник семичастный, наверное, тогда был. Да вот, да, вот так-то тут. Ну, давай ему герои дадим Советского Союза посмертно. Вот он стал, Рихард Зорге стал героем СССР. Вот, вот такая печальная история была. Ну, короче, много чего он. Да, вот, да, какой информации поступало. Правда, потом нам вот этот вот момент нас успокоили. Видите ли, информации поступало очень много, очень разнообразной. Немцы специально создавали такой фон, которым даже если человек не перевербованный разведчик, а всё равно вот разные люди имели доступ к разным датам, к разной информации. Вот это была такая вот куча фальшивой информации. Вообще говоря, решение о начале подготовки к вторжению было принято ещё принципиально. Хорошо бы вторгнуться вскоре уже после покорения Франции, после завоевания Франции. Покорение, я сказал. Ну, наверное, правильно. Франция капитулировала, значит, покорилась. Вот. Было принципиальное решение принято, про продолжение войны, о захвате, так сказать, сырья. Правда, в тот же момент сократили армию. Гитлер сократил свою армию. Вот. Но продолжалась вроде как подготовка к нападению на Великобританию. Называлась операция «Морской лев». Она не состоялась. А тут вот состоялось, вот понимаешь, на нас нападение, которое подготовлено. План «Барбаросса» назывался. План «Барбаросса», ну, я не знаю, может быть, фрагментами он сейчас доступен, опубликован. Есть его фрагменты в материалах Нюрнбергского процесса. Это процесс над главными нацистскими преступниками. Вот. Вот эти материалы у нас были вот изданы. Наверное, они не раз издавались. Я вот, наверное, с одним из последних изданий знаком. Вот. Там была экономическая часть, очень интересная экономическая часть. И вообще очень интересны были планы у них по тому, как они хотели обойтись Советским Союзом. А план был такой, что, в принципе говоря, для того, чтобы нам вот этот вот Советский Союз, Россию, использовать, значит, в экономических интересах, нам нужно не разрушать сложившиеся там организации, системы. Какое будущее России? Ну, во-первых, тут, говорит, такая ситуация. После Октябрьской революции все очень сильно заражены идеями социализма. Ни в коем случае социализм там искоренять не нужно. Ее, конечно, нужно расчленить на несколько частей. Этому способствует то, что она очень многонациональная страна. И не допускать к власти там интеллигенцию. Интеллигенцию надо изъять из обращения. То же самое происходило в Польше. Там, значит, интеллигенцию польскую немцы истребляли. То же самое должно было произойти и у нас. Ни советскую интеллигенцию, ни интеллигенцию вот из числа эмигрантов. Они не любят Германию. И это просто мы просто сейчас создадим там вот этих, посадим. И потом это опять будут наши противники. Нельзя так делать. Вот только что были такие вот люди, чисто формальные, под нашим чутким руководством. Все будут работать. Ну, ни образования лишнего, ничего не надо людям иметь. И население хорошо бы сократить. Тоже такие разговоры были. Ну, вот самое элементарное, да, это разговор разговорами. А вот это вот должно так быть. Никаких, значит, кадровых изменений не надо делать. Кроме, конечно, высшего звена. То есть, понятное дело, что парт руководства. Понятно, что наркомов. То же самое, с тем же самым звуком. Это все надо удалить из обращения, безусловно. А так все до этого. Колхозы сохранять, все сохранять. Ну, потому что, в общем-то говоря, сельское хозяйство важный элемент, правда. Вот. Вот это вот должно было быть. Вот такой был план у них. Нужно сказать, что вот в том, в тех же материалах там даны суммы, которые гитлеровцы получили от ограбления занятых территорий. Ну, вот то, что они получили от ограбления там вот европейских стран, там Голландия, Бельгия, страны-то маленькие, да. Франция, они, Дания, они затмевают то, что они смогли получить из Советского Союза. То есть, я к тому, что наша страна очень бедная. Она и тогда была бедная, и сейчас бедная. Вот есть такие потрясающие воспоминания, когда наша армия, наконец, вторглась в Кенигсбергский край, да, у нас так назывался, в Восточную Пруссию. Вот, вот они заходят в какой-то дом, всё так здорово, вообще так замечают. А кто ж тут жил? Какой-нибудь барон, наверное. Говорит, да нет, говорит, простой крестьянин. Простой крестьянин? А что же вы тогда к нам-то пришли, за что завоёвывать-то? Если у вас так просто крестьянин живёт, да, зачем вам это нужно? Мы-то вам зачем нужны были? Вот это всех потрясало, да? Ну, действительно, зачем мы нужны были? Зачем нужны были? Вот это одна из загадок. Зачем Гитлер напал на Советский Союз? Зачем? Потому что, смотрите, какая ситуация, вот как мы её разбирали. У него был план, значит, завершить кампанию 41-го года, значит, выходом на линию Архангельск-Котлас-Астрахань. Сейчас почему-то в некоторых документах пишут Архангельск-Волга-Астрахань. Ну, это какая-то вот оговорка. Архангельск-Котлас-Астрахань. Котлас, такой, значит, город есть, да, тоже, так сказать, достаточно северный. Вот на эту линию хотели не выйти. После этого, закрепившись на этой линии, значит, ну, обеспечить базы для бомбардировщиков, которые бы наносили удары по Уральскому экономическому району, например. С этого расстояния советская авиация не могла бы достать до территории Германии, да, ну, вот такие вот какие-то вот вещи, да, чтобы обеспечить. Вот. Тут вот будет создано, они как бы не хотели до Японии завоёвывать, до Китая. Вот тут будет создано вот это вот то, что будет под крышей, так сказать, Германии работать. Вроде как предполагалось, что колонистами германскими будут заселяться, Украина, вот те земли, да. То есть русских-то выселять-то, может, и не стали бы из их земель, а вот украинцев-то точно выселили бы, да, потому что там земля больно хорошая. Либо они будут рабами, либо их выселили, да, так что это они вот, пусть имеют в виду, товарищи украинцы, что вот они бы пострадали бы в этом плане сильнее русских. Вот. Вот такое у них было направление в борьбе. Нужно сказать, что, готовясь к этой войне, они так, это не какой-то официальный директива, это записки дневниковые, рабочие дневники разных военачальников, о том, что эта война будет не такая, как на Западе, что здесь главное это будет, ну, уничтожать врага. Тут не место гуманизму, тут надо как-то быть более жёсткими, да, вот. Это такие были предпосылки, да. Вот. Ну, вот для чего они напали, вот, ну, что они думали, что тут дурь какая-то, да, то есть, ну, просто неправильные ребята географию не изучали, грубо говоря. Экономическая география России для них закрытая книга была. Ну, вы же могли проехать, погляди, как живём. Чё ты тут будешь завоёвывать? Кого ты будешь порабощать? Мы на себя-то не работаем, а на тебя-то тем более не будем. В общем, короче, вот такая вот ситуация. Вот мне это было непонятно. Ну, и моему поколению это было непонятно. Зачем он напал? Вторая загадка. Да как наши проспали, и как он так вот напал, обвёл вокруг пальца. Ну, с другой стороны, мы читали же, вот, Симонова, был очень авторитетный в наше время автор. А у Симонова ясное дело, что они предчувствуют войну. Вот, да, вот, у него стихотворение. «Когда-нибудь под Кенигсбергом мы будем ранены с тобой», да, с каким-то другом его, да. А это ещё в Германии нет войны, а мы уже под Кенигсбергом будем ранены. Под Кенигсбергом. Потом что-то отбудем, и снова отправимся в бой. Я не помню рифму. Вот какие дела-то. То есть война эта мыслилась. У поэта она была, так сказать, в голове, была на слуху, эта война. То есть война должна была случиться. И дальше вот начинается непонятка. Непонятка с первыми днями войны. Потому что, значит, когда немцы уже бомбили наши города, из этих городов связывались с Москвой, почему по радио вы не объявляете? А вот это вот бомбёжки. Там, по-моему, до 12 или до 2, что ли, когда выступил Молотов, да? Молотов, когда выступил, вот тогда вот только вот появилась информация о том, что враг напал на нас, да? Без объявления войны. Вот эта фраза «без объявления войны», она, конечно, она и правда, и не совсем правда. Формально война была объявлена. Потому что в момент начала как раз бомбардировки в Москве Шелленбург, это посол немецкий в Москве, явился к Молотову на приём. А в Берлине Кабулова, советского посла, вызвали к министру иностранных дел Риббентропу. И вот там одновременно им зачитали одну и ту же ноту о том, что, значит, Советский Союз готовит нападение на Германию. Мы это терпеть не будем. И мы, значит, вот на вас нападаем. Длинная-длинная нота. Её, кстати, можно почитать. Она в интернете переводит на русский язык. Теперь уже есть. Вот. Ну, не знаю, что сказал Молотов. А Кабулов несколько раз сказал весьма сожалею. Весьма сожалею. Вот. Я как-то об этой фразе Кабулова рассказал в каком-то своём видео. И почему-то она огромное негативное впечатление вызвала участие публики. Вот эта фраза весьма сожалею. Потому что потом-то только поняли, о чём он мог сожалеть. О том, что Германия будет разрушена и разорена. Мы-то победили. То есть он пожилёт Германию, да, Кабулов. Ну, его потом тоже расстреляли, как положено. Всё как положено. Ну, наши расстреляли, естественно. Вот. Вот такие вот дела случились у нас. Да. Неприятные дела. Значит, война-то была объявлена. Ну, она их... Ну, когда уж объявлена? Когда уж бомбят? Когда стрельба началась? Ну, вот они объявили войну. Заставы. Ни одна не отошла без приказа. Всех их перебили, значит, на месте. Большинство застав погибло. На границах от Чёрного моря до Баренцева было 666 застав. Война началась только вот на западной границе. Здесь, там вот на границе с Финляндией войны не было. Вот в связи с этим есть один такой вопрос. Легенда. А почему, собственно говоря, Финляндия снова оказалась втянута в войну? Ну, вот есть такие вот авторы, которые вот так напрямую говорят. Вот если бы Сталин не отдал приказ нанести удар по Финляндии, там, авиация, артиллерия, то тогда бы вот в Финляндии не ступила бы войну. Это не совсем верно, потому что, наверное, первые действия, враждебные по отношению к Советскому Союзу, было произведено даже не 22 июня, а 21. Первое, это немецкие корабли, базировавшиеся, немецкие минные заградители, базировавшиеся в финских портах, поставили минные заграждения в заливе финском, и тем самым заблокировали наш советский флот фактически в финском заливе. Заперли вот в этой луже. Маркизовая лужа. Как когда-то называлась она, да? В времена, когда министром какой-то маркиз был у нас при каких-то императрицах. При Анне, наверное, маркизовая лужа. Вот. Там только плавали наши корабли, далеко не ходили. В ту пору. Ну, так опять в этой маркизовой луже все остались. Это раз. А второе, вот что. Второе в том, что Финляндия не спешила вступать в войну. Она, может, и действительно не вступила бы. Дело в том, что из Норвегии морем продвигались немецкие войска. Они должны были на севере, вместе с финнами, занять, значит, вот полуостров Рыбачий, занять Мурманск. То есть отрезать от возможных поставок, от наших вот союзников, от будущих наших союзников поставок, перекрытия. Дело в том, что в Первую мировую войну Мурманск был главнейшим портом, через который союзники нам поставляли, значит, амуницию, вооружение и так далее. Первый мировой у нас тоже. Для этого и был построен Мурманск, это дорога, как раз вот спешно для того, чтобы в случае войны принимать поставки. Потому что на Балтике война с Германией, а вот там вот войны с Германией нет. Вот, ну, теперь это уже и там была война с Германией, вот, но они оттуда двигались. Нужно сказать, что британцы вовремя нам помогли, они вот эти, этот контингент уничтожили на море. Правит Британия морями. Спасибо им за это. Иначе бы, в общем-то, война была бы еще гораздо сложнее для нас, чем она была на самом деле. Вот. Ну, а война с Финляндией так или иначе началась. Чего тянуть? Начали войну с Финляндией. Вот. Какое-то время тому назад, лет 20, наверное, появилась книга. Ну, как его назвать? Иммигрант? Нет, он перебежчика. Перебежчика на Запад, сотрудника ГРУ, Главного разведывательного управления Генштаба СССР, ГРУГШа так назывался. Вот. Он работает под псевдонимом Виктор Суворов. Вот он пишет эти книги. Вот. Он разные книги на разные темы пишет. И в основном либо о разведке, своей работе там, вот, советская разведка, либо вот о войне, Второй мировой войне. Он считает себя военным разведчиком, военным аналитиком, и на основе анализа, скажем так, доступной ему информации, то есть это вот коллекция, как он хвалится, большая коллекция, которой он гордится, мемуарной литературы советских военачальников, он пришел к выводу, что в ту пору армия выдвигалась. Ну, нормальными шпионскими методами работает, армия выдвигалась к границам СССР, Советской армии. Ну, это я могу вам и без него продолжить сбор разведанной информации. Вот. Мой ветеран, мой ветеран, это вот Хажаинов Иван Тимофеевич, которые у меня были с ним в записи, помните? Он тоже рассказывает, что из их мест было очень много людей призвано, да, которые уже служили на, как сказать, на сборы учебные, и все они, значит, не вернулись, все они были отправлены туда, на Запад, на войну, да, никто из них не вернулся, так вот он говорит. А потом уж эти мобилизованные отправлялись туда же, вот. И вот он, значит, вот сборы были, да, все это выдвигалось к границе. Зачем? Вот вопрос такой. Значит, тут такая вот вещь неприятная случилась уже в наше время. Ну, значит, спорить надо с кем-то. Кто будет спорить? Есть, соответственно, Институт военной истории. Там, понимаете, вот в чем особенность военных институтов? В том, что там часто очень должности занимают люди высокими званиями, ну, их как синекуру туда отправили. Ну, понимаете, да? Военный институт, тем более такой вот, военная история. Давай-ка ты тут поработай. Вот. А он как начальник-то? У него, может, и подчиненные-то умные, но я начальник-то дурак. Он сказал вот так, значит, так и будет. Вот такие вот. Понятное дело, что он их очень быстро пересмеял, обсмеял, потыкал несколько, а там были совершенно глупые ошибки, да? Там танк чехословацкий, трофейный, 35-го года выпуска, 35Т назывался у немцев. Они сказали, что это 35-тонный танк, например, такие глупости, ему возражения писали. Ну, в общем, чушь собачья была. Вот. Ну, то есть он намекает на то, что Сталин готовился к нападению на Германию. То, что дольше откладывать уже войну не имело смысла. Вот так вот. Это я пересказываю Суворова, Виктора Суворова. Дальше откладывать не было смысла, потому что Гитлер уже всех в Европе разбил. Теперь уже войны на два фронта. Ну, получится только если вот из уцелевшей чудом Великобритании будет какая-то вот высадка на побережье, да? То есть нужно войну начинать сейчас, да? Понятное дело, Великобритания очень этого хотела. Тут есть такая еще загадка, связанная с началом Отечественной войны. Значит, Черчилль предупреждал Сталина, вот я вам говорил, цитировал по памяти кусочек, что, мол, дескать, ваше происхождение поймет все значение, что вот закончили на Балканах немцы операции свои, они сейчас перебрасывают войска туда, в Польшу, вот, имейте в виду, то есть прямым текстом почти, что вы сами сделаете, выводы делайте сами, да? Вроде как я всегда так говорю. Вот, вот этот момент был. Перед этим в мае месяце Гесс перелетел. Гесс – это один из подвижников Гитлера. Он вместе с ним, значит, Гитлер сидел в тюрьме, а он у него был как секретарь в этой тюрьме, и вот как раз «Майнкампф», гитлеровскую книгу, писали вместе они, да? То есть вот ему сразу, типа, был писарем, редактором, не знаю как. Вот, вот этот «Майнкампф», вот этот вот их... Ну, он был его ассистентом при написании этой книги, Гесс. Вот, и Гесс сел в Мстершмитт и улетел в Шотландию. У него в Шотландии был знакомый лорд какой-то шотландский, который был важный человек в Олимпийском комитете, с которым он контактировал на Олимпиаде по подготовке Олимпиады 1936 года. Он к нему по месту приземлился. Правда, самолёт он приземлить почему-то не сумел, он, при этом, с парашютом повредил ногу. Вот, его забрали, всё. А по официальным источникам у него не было ни одной встречи, ни с какими руководителями британскими. Это такой важный фигур, его даже не допросили. К нему, значит, посетил его только представитель Министерства иностранных дел, консульского отдела, с тем, чтобы ему оформить въездные визы. Прикинь, да? Это вообще какая-то, просто как кинокомедия какая-то. Ну, Британия страна давних юридических традиций, да? Ходить, искать, искать. Ну, может быть, может быть. Вот, ну, вот такие дела. То есть, с ними никаких переговоров не было. Были ли переговоры, не были ли переговоры? Ну, всю войну он, естественно, просидел в английской тюрьме. Вот. С чем он полетел? Гитлер сказал, он просто человек, просто сошёл с ума. Вот так прокомментировал, больше никак. Вот. Понятное дело, что он хотел какого-то мира с Британией. Мира для чего? Для того, чтобы повернуть свои войска на Россию? Вообще, у нас все насторожились, что такое он туда полетел. Почему об этом ничего нет, да? Это что, сейчас Британия вместе с Англией на нас нападёт или нет? Или как? Как, почему, что, почему? Это, кстати, одна из загадок. Зачем он туда полетел? Он ведь дальше молчал, он ни слова не сказал. От него нет никакой информации. Он так и умер, ничего не сказав. Так что это тайна, покрытая мраком. Вот. К сожалению. И документы, связанные с его пребыванием, значит, они всё-таки есть. Здесь не только бумажка из консульского отдела, да? Что-то ещё есть. Их срок секретности регулярно продляется. Первый раз он должен был быть снят в 69-м году. В 69-м? Да, в 69-м. А, значит, в 70-м году, через 30 лет. Ну, его продлили, продлили, до сих пор его продлевает. До сих пор секрет. До сих пор это тайна. То есть, это, видимо, такая же тайна, как тайна того, что собирал Советский Союз на Гитлера нападать или нет. Вот. Ну, вот, Гитлеру Суворову, кажется, вполне логичным напасть. Тем более, что сейчас уже никто не отрицает перемещение вот этих вот советских войск ближе к границе, выдвижение их к границе. Зачем выдвигали? Есть опубликованные директивы, о которых прямо написано. Значит, сохранять состояние полной боевой готовности. Сохранять, а не привести войска в состояние. То есть, они уже были приведены раньше какими-то другими директивами, которые не опубликованы. И до сих пор не опубликованы. Вот. Я, значит, поговариваю иногда, так сказать, с историками, которые реальной историей занимаются. Ну, такой, ну, как сказать. Есть секретная физика, есть секретная история, да? Вот. Ну, я говорю, вот как вот. Они говорят, вы знаете, это никогда не будет выяснено, никогда не будет подтверждено или провернуто. Документов, в принципе, никаких не может остаться в любом случае. Был один документ, он был опубликован достаточно давно. Он рукописный документ без подписи. Он был составлен маршалом Василевским. Тогда он еще не был, наверное, маршалом. Он генштаб. С планом, вот, как раз, войны с Германией. Наступательная война с Германией. Ну, вообще, все наши боевые уставы, они говорят так, что основной вид боевых действий – это наступление. Оборона – это вынужденный вид, временный, для того, чтобы перейти в наступление. Оборона не есть главный вид, значит, действий. То есть, страна готовилась к наступательной войне, для этого и выдвигалась. Но вот была ли какая-то конкретная дата, когда надо было наступать, либо это было все-таки в ответ на что-то, наступление делать. Но уж слишком близко к границе они были расположены. Ну, в общем, тут вот все теряются в догадках. Я предпочту процитировать знающих людей, чтобы никогда мы этого не узнаем. Вот. Как еще один вариант объяснения, почему Сталин недоумевал и как-то очень долго не давал директив, так сказать, на военные действия, да? Так, по крайней мере, считается. Но увидели в чем дело. Он нарушил пакт Риббентропа-Молотова и присоединил к себе еще и Литву. Литва, границы интересов Германии, вот это разграничение между Германией и Россией и Советским Союзом, проходило по восточной границе Литвы. А мы Литву включили в СССР. То есть, уже по западной границе провели. Ну, вот тут вот, может быть, из-за этого. То есть, он ждал ультиматум от него, да? Он ждал ту схему, которую обычно гитлеровцы использовали в других своих нападениях. Ультиматум. Вот требуем вот такие вот наши условия. А тут неких условий. Без предъявления условий, самое главное, веролом. Вечером того дня, вот этого тяжелого боевого дня, Черчилль выступил по радио, выступил он с такими словами. Ну, у нас обычно, когда его цитируют, цитируют то, что вот сейчас, значит, русские защищают свою землю. Землю, которую обрабатывали их предки с незапамятных времен. И вот мы все целы на их стороне. Мы их поддержим обязательно. Мы все им, значит, помощь всяческую окажем. Мы будем непрерывно увеличивать, нарастать бомбардировки, наращивать бомбардировки Германии. Чтобы немцы, значит, почувствовали, значит, что они неправы, да? А в то же время он там, эта вещь тоже, опять же, опубликована. В то же время он там говорил такую вещь в этой речи. Что, вы знаете, как вот последние 25 лет, как я был, каким я был противником советской власти. Я и остаюсь таким противником. И я понимаю, что советская власть ничем не лучше гитлеровской власти. Но сейчас всякий, кто воюет против Гитлера, мой союзник. Вот это он там объяснил четко, да? У нас иногда цитировали такую вещь, что после этого выступления он в частной беседе кому-то говорил, ну, мы, вы, мол, сказанули. Ну, ты сказанул. Он сказал, я бы нашел парочку теплых слов даже для сатаны, если бы Гитлер вторгся в ад. Он так вот ответил. Вот это нам иногда цитировали. А вот это вот то, что он понимает, что советский режим ничуть не лучше сталинского, ничуть не лучше гитлеровского. Это он понимает. Но он его будет поддерживать. Он будет поддерживать каждого, кто будет воевать против... Они будут нашими союзниками, если воюют против Гитлера. Так что ничего удивительного в том, что после окончания войны вот эта вот необходимость войны против Гитлера, а потом против Японии отпала. И, естественно, Советский Союз вышел из обоймы, из набора, да? Вот тут да. Там дальше уже Сталин совершил еще одну ошибку. Он почему-то был очарован вот дружественным отношением к нему со стороны западных держав во время войны. А тут он не понял, что оно сейчас кончится автоматом. И он решил с ними играть в какую-то, так сказать, ну не то чтобы дружбу прям вот с объятиями, а ну как-то вот такой размен, да? Он не стал поддерживать восстание в Турции и в Греции. Отдал. Он вывел войска из, значит, иранского Азербайджана, то есть обрек тех, кто там сотрудничал с советской властью на смерть. Вот Шаха и его людей. Вот. И он рассчитывал в обмен на это вот в Германии себе какую-то получить. Вот что ему Берлин, Западный Берлин ему отдадут. А ему не отдали Западный Берлин. С ним никто не собирался вот чикаться, да? Как не собирались чикаться с Гитлером, война до победного конца, и в ней как-то до безоговорочной капитуляции. Так и с нами хотели вести дело. Потому что мы для них ничуть не лучше Гитлера. Просто в тот момент мы оказались на их стороне. Понимаете меня, да? Вот. Вот это вот такая вот вещь, которую мы постепенно поняли. То есть обижаться на союзников особенно не надо было. Среди союзников были очень много энтузиастов, которые очень поддерживали Советский Союз. Не с идеологической точки зрения, а с военной точки зрения. Эйзенхауэр, командующий американскими силами вот тут вот в Атлантическом регионе, ну, в Западной Европе, собственно говоря. Хотя там не было тогда американских сил, дальше Англии их никто не пускал. Вот. Он, значит, предлагал высадки делать, десантов на побережье, наде закрепиться и начать боевые действия. Чуть ли не в конце 1941 года. Вот такие вот вещи. Тем же так, чтобы вот помочь Советскому Союзу в его борьбе. Ну, британцы его всё время за хвост тянули, останавливали американцев, не давали, саботировали, потому что через территорию Британии. Но это, да, это будет ещё впереди потом, роль союзников. Пока у нас всё только началось, сегодня первый день. И вот эта вот тайна, почему же всё-таки началось, она так тайной и осталась. Готовил ли Сталин нападение на Гитлера? Сейчас всё больше людей склоняется к мысли, что готовил. Хотя вот, так сказать, историки, даже западные, в этом очень сильно сомневаются. Как сумели Сталина обмануть, да? Как сумел Гитлер упредить в любом случае его? Как сумел неожиданно напасть? Ну, наши историки обычно раньше, в прежнее время говорили, что Сталин считал, что раньше, 1942 года война не начнётся. А почему, собственно, он так считал? В 1941 году закончилась война в Европе. Так? Закончилась. В 1941 году. В 1940 году, простите меня, в основном, основным противником. Потом нашёл Муссолини ему вспомогательного противника. В Греции и Югославии. Хорошо. Расправились с теми противниками. А что теперь, чего ждать-то? Чего они хотели ждать? С кем тут будет он воевать? Войны больше в Европе нет. С Англией? Ну, Англия за проливами. Он в Англию высадиться не сможет. Ну, понятно. Наверное, это лучшая защита для Англии была. Если уж Гитлер большие силы перебрасывает на Западный фронт, Советский Союз ему действительно может ударить спину. Нарушив пакт о ненападении. Защитив английскую, британскую цивилизацию. Вот как тут быть? Это вещь для нас закрытая. А вот ошибся ли он действительно? Сам ли себя он перехитрил? Переобманул? Но нам говорили, что так. Вот последнее время, что всё-таки он хотел напасть, но его опередили. Ну, вообще-то, если бы это было действительно так, если он хотел напасть, но его опередили, знаете, что было бы? Были бы огромные репрессии. Огромные репрессии среди его приближённых. Потому что, значит, каким-то образом тайна туда просочилась. Они всегда очень так этого боялись. Это уже послевоенные времена. Западные газеты писали о том, что у Сталина плохое самочувствие. И вот интересно, кто же теперь его заменит, скоро ли он помрёт. А он решил, что это кто-то сдаёт информацию иностранцам о его здоровье. А он того не подумал, что у Инностранца простая информация. Появлялся Сталин на людях или не появлялся. А когда появился, как он выглядел, да, публичное появление. Всё. Это обыкновенная журналистская работа. Где он появился, Сталин? Где чего можно было мне посмотреть, какую речь послушать. И он очень сильно шерстил всяких родственников своих приближённых. Которые, наверное, пробалтываются, разбалтываются, сажал. Всё было как по порядку. А вот тут он пропустил. Вот это минус, конечно. Но потом ещё, может быть, он этого не понимал. Но наша армия, в общем-то, реально была не готова к такой войне. Хотя, в принципе говоря, как потом оказалось, она была не готова и к оборонительной войне. У нас очень бедственное было положение со связью в армии. Со средствами связи. Радиосвязи не было. Если у немцев, вполне, значит, Гудериан руководил движением танков по Франции. И сам на ходу был. У него был походный штаб в кузове грузовика. Да, и вот он оттуда со всеми связывался по радиоканалам. Всё нормально. Всё на ходу. Он на ходу мог руководить армией. У нас же таких возможностей не было. У нас на танках не на всех была связь. Так что это было очень печально. Очень печально. У нас, насколько я знаю, есть такой завод на улице Каляева в Рязани. Рязанский приборный, естественно, называется. Раньше это была маленькая свечная фабрика церковная. И вот в этой маленькой свечной фабрике церковной в 1941 году открыли завод по производству радиостанций. Экстренно война началась. Вот их не было. Если уж мы в обороне потеряли управляемость, управляемость нашей армии лишилась. Вот эти вот всякие котлы, окружение, огромное количество пленных. Это связано было с потерей управления. Второе у нас было плохо с идеологией дело обставлено. Совсем плохо в стране. Дело в том, что кто основной поставщик новобранцев для армии? Конечно, деревня. А деревня, в общем-то говоря, во-первых, была совсем плохо образована. А на войне надо думать, как ни странно. Война это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Я не устаю повторять эту цитату из «Азори здесь тихий». Это старшина Восков говорит. Война не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. А тут думать были не готовы. Думать надо везде, даже чтобы рассыпанным строем идти, и то надо думать. А у нас этого не получалось. И поэтому люди шли в атаку плечом к плечу. То есть по ним промахнуться очень сложно было. Понимаете, вот с этим связаны огромные потери были. Вот. И многие помнили еще те замечательные времена. Это же был 1941 год. Они помнили 1928 год. Это вот когда всю деревню перетряхнули. Год Великого Перелома. Когда крестьян лишили земли. Какая разница, кулак он или не кулак. Его лишили земли. Земли лишили. Потому что землю отобрали в колхозы. У него ничего не осталось. А ведь крестьянин это хозяин. Хозяйчик, как хотите. Но этого не стало. Ему сразу изменилась жизнь его. И он мог эту жизнь связывать с какими-то послевоенными изменениями. Действительно ожидали, что после войны все у нас изменится. После войны жизнь станет лучше и другой, чем была до войны. В случае нашей победы, естественно. Все равно считали, что так. А у этих, возможно, восторга не было защищать комиссаров-то наших. Вот этих вот всех. Начальников комиссаров, как говорится. Это важный момент был. То есть идеологически были не особенно готовы. На тех территориях на западных, куда вторглись немцы. Я уж не говорю про Прибалтику. Я говорю про вот такие вот советские территории. Население встречало вполне радушно. Это вот Украина, Беларусь. Вполне радушно встречали этих самых оккупантов. Нужно сказать, что с самого начала немцы стали увлекаться геноцидом евреев. Вот у них это важный был пункт в их программе. Значит, сразу Юден Капут въезжает в город с криками «Юда Капут». Что это было? Предупреждали евреев, чтобы они уходили? Может быть так? Потому что их полагалось уничтожать. Вот с этими программами уничтожения у них сразу она была включена, но сразу возникла маленькая проблема. Однажды на вот таком вот расправе, иначе не назовешь, и с евреями присутствовал Рейхсфюрер С.С. Гиммлер. И он видел, что это отвратительное зрелище. Это очень плохо. А это делают немецкие солдаты, представители высшей расы. И на их моральный облик это плохо влияет. И с тех пор эти все вот такие экзекуции стали поручать неким коллаборационистам из местных сил. Они это использовали для истребления евреев. Там были формирования литовские, украинские, простите, даже белорусские. Вот они должны были их истреблять. Тем более, что в тех местах евреи-то и жили. Это были территории за чертой оседлости. Вот они там жили. Значит, они ввели активную антиеврейскую пропаганду среди местного населения. И возникла очень интересная деталь. У нас эту деталь предпочитали не афишировать. У нас, когда говорили о зверствах немецких оккупантов, говорили про убийства ими советских граждан. Не педалировали, что это были евреи именно. Для них пропаганда была. И эти пропагандистские листовки, вообще все эти факты, попадали в распоряжение наших партизан, в разведку. Ну, разведка просто доставляла информацию в Москву. А партизаны спрашивали, а нам как себя вести? Как нам себя позиционировать? Понимаете, чем дело? Как нам позиционировать? Кстати, была очень серьезная, тяжелая ситуация. У партизан в моральном отношении. Об этом пресса сообщала. Поэтому я осмелюсь все дело воспроизвести. Они, вот когда приходят к ним в отряд евреи, а у них дилемма была. Понимаете, в чем дело? Евреи это были для немцев расходным материалом. Вот он сейчас расстреляет его или отправит к партизанам. И скажет, слушай, Юда, ты мне сообщи, где партизана, а я твою семью не убью. Понял, Юда? Юда идет туда, куда ему деваться? И вот были такие случаи или не были, только предположительные, но партизаны не принимали к себе евреев. Именно из-за этого. Считали, что это они посланы немецким, так сказать, гестапо посылает их, пользуясь их совершенно безнадежным положением. Не знаю. Не знаю, пользовался такими вещами гестапо или нет, хотя от них всего можно ждать было. Так вот, как быть с этой пропагандой? А у нас случилась такая вещь, что после Великой Октябрьской социалистической революции у нас, значит, все до этого образованные люди, они принадлежали так или иначе к неким привилегированным классам. Этим привилегированным классам после революции досталось, так сказать, мешалкой по заду. Ну, кого-то... Кто-то ушел за кордон, кто-то ушел, так сказать, во внутреннюю эмиграцию, как называется, он на каких-то мелких должностях, ему никто не доверяет. Кто-то зашел, так сказать, на Олимп власти, его потом расстреляли. Вот. А кем заменять вот эти вот должности, кем замещать, да? А дело в том, что у нас уровень грамотности населения был невысокий, да? Борьба с безграмотностью, ликбез. И что, вот этих вот с ликбеза они будут сейчас у нас командовать? Они будут в университетах учиться? Не смешите меня, это несерьезно. Нет, это было. Неграмотных людей там назначали большими начальниками по науке, просто неграмотных. Были такие, говорят, случаи. И вот неграмотных людей брали в университет учиться, да было такое, но это же, простите, не сработает. А вот был слой населения, который был стопроцентно грамотным, это евреи. Они были стопроцентно грамотные. У них очень уважается вот эта грамотность. Отношение к детям у них такое, что ребёнок должен учиться. Ну, вот это традиционные, такие традиционные были отношения. Поэтому значительная часть всяких должностей замещена была евреями. Это, кстати, не только у нас случилось. В то время, когда Италия была объединена к Грибальде, помните, грибальдейцы, красные рубашки. Вот когда Грибальде Италию объединил, а он, собственно, Италию отнял у Папы Римского, получилось. Папа Римский запретил итальянцам, католикам, служить новому правительству. А ему кто будет служить? Ну, вот евреи, они же не католики. Они говорят, да мы, пожалуйста, занимайте должность. Вот, вот они пришли в службу. Очень много было. Кстати говоря, как это называть, тесть, да, да, тесть. Тесть Энрика Ферми, отец, значит, Лауры Ферми, жены Энрика, которая оставила книгу замечательную, от ему у нас дома, такая вот биография ее мужа. Вот, а он был евреем, ну, был военно-морским офицером, и даже поддерживал Муссолини. Представляете, еврей поддерживал Муссолини. Он был патриот Италии. Вот. Ну, вот та же самая ситуация у нас была. Вот что делать? Ну, наши стали потихонечку евреев на кого-то менять, чтобы как-то не так тыкалось, да? А то вот там у них такие были листовки всякие, которые были вот, как раз вот, вам тут евреи командуют, а мы придем вас от евреев освободить. Вот такие вот вещи. Вот, что, конечно, было совсем неправильно. Вот. Вот. Такие вот дела. Теперь о военной части этого наступления, о военных делах. Что по военной части у нас происходило? Немцы быстро наступали. Помним какой-то книги по истории войны. Это мне вот мой старший товарищ, один все со смехом показывал. Там как выдающееся достижение советского военного искусства было то, что сдали Минск на какой-то там то ли пятый, то ли седьмой день войны. То есть, это достижение сдать Минск так быстро, да? Вот. Но это, конечно, безобразие, что сдали Минск так быстро. Но, тем не менее, немцы быстро наступали. Я еще помню, как тоже спрашивал старшего товарища своего, а зачем, говорю, вот вообще на танках курсовые пулеметы? Ну, он же прям вот смонтирован и все. Это как на самолете. Там самолетом хоть пилот управляет, куда стрелять. А тут-то он курсовой пулемет. Он говорит, ты знаешь, говорит, Борь, курсовые пулеметы гнали Красную армию до Москвы. Да, немецкий танк, курсовые пулеметы. Вот такая вещь. Да, по части еще военного дела. Тут оказалось такой прокол. Ну, наша техника военная, серьезная, она, конечно, может, и была хорошо разработана. Но у нее было очень низкое качество. Крайне низкая надежность. Поэтому, когда рапортовали вот в отступающих частях, а где ваши танки? Сломались, вышли из строя. То есть вот танки были. Танки были, вот у нас после того, как началась гласность, у нас стали много писать про наши танки. Броня крепкая, танки наши быстрые. Что они ничуть не хуже были по формальным параметрам, чем немецкие танки. Но только в отличие от немецких танков, они были не на ходу. Понимаете, какая штука? Они не работали. Да, они были. Это почти как в анекдоте, да, про советскую жизнь. Да, приходит человек к этому самому, к юристу на консультацию, говорит, вот я имею право. Да, вы имеете право. Да, погодите, дайте я скажу. Да, я имею право. Да, да, вы имеете право. Да что же вы мне это сказать-то не даете? Я могу. Эй, нет, вы не можете. Так и танки наши были замечательные, но двигаться не, воевать не могли. Потому что очень быстро выходили из строя, потому что их делали недостаточно квалифицированные рабочие, под руководством недостаточно квалифицированных инженеров. Что-то там допускали изменения технологии. Ну, я вот таких ярких примеров с изменением технологии танкостроения не приведу вам. А вот, например, в эпоху уже гораздо позже, позже, когда появились полупроводники, значит, полупроводниковый кристалл какой-то выращивали, значит, в стакане из платина, так полагалось по технологии. И вот на производстве решили эту технологию, рацуху написать, вместо стакана платины будем использовать графитовый стакан. Ну, ну, всё. Он же выдержит по температуре, выдержит. Всё, давай, Петрович, графитовый стакан, вот тебе премия 40 рублей. Ещё лучше 30, чтобы серебренько. А там, получается, что сейчас 100% брак, потому что даже углерод попадает. И получается у вас не кремниевый кристалл, а какая-то экзотика. Кремни с углеродом. Вот так вот. А это всё запороли. А это сверхчистый кремник, который вот пошёл псу под хвост. А это уже 50-е годы. Понимаете? А у нас ещё вот такие люди, да? То есть вот такие люди делали танки. Был такой немецкий конструктор Грота. И много было немецких конструкторов, которые работали в Советском Союзе. И вот у него был замечательный танк сделан. Танк Гроты. Ну вот в старых советских книжках по ТГ он назывался, танк Гроты. По танкостроению говорят, что вот замечательный танк. Он во многом предвосхитил. Там ещё что-то такое. Ну, будущие конструкции. Но он в серию не мог пойти и не пошёл. И вообще слишком сложное в изготовлении. Слишком большой квалификации требуется. Вот недаром Советский Союз закупал заводы автомобильные у американцев. У Форда, значит, и в General Motors у них использовалась очень дешёвая рабочая сила. То есть эти вот чернокожие работники с юга, которые там на этих самых, как называть, на плантациях остались без дел, хлопок не собирают. Вот это вот движение хлопком не делают. А они вот гайки будешь крутить. Всё. Вот элементарно. То есть на низкую самую квалификацию рассчитаны. Вот их машина у нас вот делались, автомобили американские. Это прижилось, да? Вот. Ну, вот как-то вот так вот пошло у нас. Нездорово. Масть пошла не так. Немцы вообще наступали по трём направлениям. Через Прибалтик они очень быстро добрались до Ленинграда. Направление было на Москву. И они как-то немножко разбрелись, увлеклись Украиной. Им их военные, генералу-то Гитлеру говорили. Мой фюрер, наш фюрер, да? Куда ты попёр? Надо на Москву. Потому что в России ведь там, знаете, такое явление природы есть. Зима. Оно вообще-то явление есть и в Германии. Наш фюрер. А в России-то оно очень суровое. Мы в книжках читали. А некоторые даже из нас там были, когда учились. К военному делу в советских полигонах. Мы же отрабатывали во времена Гивеймарской республики. Он говорит, молчите, я знаю. Он считал, что он как картёжник. Вот я знаю, какую карту кинуть. И вот так у него в Европе с картами получалось, а здесь не очень. И тут встретились два картёжника, которые совершили навстречу друг другу ошибки. Как считает маршал Жуков, в то время был генерал армии Жуков, он был, безусловно, квалифицированный военный, гораздо более квалифицированный, чем Сталин Иосиф Виссарионович. И он считал, что город Киев нужно оставить. Потому что, так сказать, не позволяет сложившаяся конфигурация фронтов, сложившаяся, так сказать, имеющая место быть, вернее, география, вот его удерживать. Ну что это без перспективы, лишние потери. А Сталин говорит, нет, удерживайте. И вот, а с другой стороны Гитлер велел наступать на Киев, вот в те стороны. А ему говорят, да брось ты этот Киев, Москва. А он говорит, нет, Киев это житница, Киев это сало. А вот это Украина, это ещё Донбасс, это уголь. Да наш фюрер этот уголь нам не годится, он не нужен. У нас хватает своего уголя. А этот уголь даже в паровозы нельзя заправить. Он не годится для паровозов. Наш фюрер, Москва, нет, я сказал, я, он считал, что он такой, вот он общается с потусторонним миром каким-то, ему там какие-то указания спускают с Валхалой, с Асгарда. Ну ладно. Это они взяли Киев, под Киевом взяли в плен огромное количество наших войск. Это была трагедия, катастрофа. Но время потеряли. И поэтому, когда они возобновили наступление на Москву, вот это было уже поздно. Уже дело шло к осени. Уже дело шло к холодам. В том году холода рано установились. Они, так это бывает, не вот я вот эксклюзивно рано, там не в мае месяце снег выпал первый и лёг. Нет, он гораздо позже. Ну вот зима 11-го, 7-го ноября бывает. Это не первый раз. На моей памяти были такие случаи. Но вот в том году вот так было. 7-го уже была зима. И уже, значит, войска, которые парадом проходили, шли, значит, воевать. И причём, значит, войска были вооружены, ну, скажем так, очень интересным, мягко говоря. Вот помните, есть такая популярная фотография. Идут, значит, мимо мавзолея пулемётчики, ручные пулемётчики, так называется. А на плече у них пулемёт Льюиса. Это такое очень интересное техническое изделие. Я бы о нём вам подробно рассказал, если у нас была бы оружейная сейчас тема, а не войне. Но это тема времён Первой мировой войны. Английский пулемёт Льюиса. Вот. С таким большим кожухом для вентиляции. Вылетают пули, вылетают пороховые газы, через кожух протягивает воздух. Это первый удачный ручной пулемёт. У которого вот это было воздушное охлаждение за счёт эжекции воздуха через вот этот охладитель. Вот. Он применялся в авиации, там ещё где-то там у нас. Ну, и вот тут он применялся. Но это была гражданская война. И вот они идут с этим пулемётом. Где-то со склада достали, вооружили их. То есть дело всё шло. Дело шли при обороне Москвы. Чуть не из музеев пушки забирали. С артиллерийской склада всё собрали. Какие-то были грандиозные, мощные орудия. Старые. Которые надо было наводить через дуло. И вот был случай. На каком-то из участков из такого орудия подбили немецкий танк. Прям в танк попал снаряд. А снаряд был мощный, тяжёлый. Он танк перевернул просто. Какое-то новое оружие русских. А это на самом деле было какое-то старьё, которое через ствол наводили. Но понятно, что второй раз так им не повезёт. Через ствол на танк не наведёшься. Два раза не попадёшь. Но тем не менее. Вот такой вот был печальный случай. Но это трагедия была. Огромные потери. Да, кстати, вернусь ещё к Ленинграду. Началась блокада Ленинграда. То, что называется. Началась она очень интересная. Но, собственно, это ещё не блокада, а первая бомбёжка. Очень яркая вещь. Я вам говорил, что перед войной свирепствовали НКВД. Ловили всяких шпионов. Понятное дело, что это была отчётность. Я сам советский человек. Я знаю, что главное галочку получить. И мы галочки получали всякие. Вот вам. Коммунизм-то развалился. А они получали галочки в контрразведывательной работе. Сколько там? Десятки тысяч. 50 тысяч или больше было иностранных шпионов. Поймали только. Не было столько шпионов иностранных. А вот первый налёт на Ленинград. Ленинградцы, значит, ждут этого налёта. Значит, там... Это в Лондоне, там все сразу под землю прятались. А здесь все под землёй. А вот есть дежурные, на крышах стоят. Они должны гасить зажигательные бомбы. Зажигательные бомбы, она, значит, это вот такой патрон, скажем так, вот трубка, в которой горит смесь зажигательных. Вот он упал на крышу и горит. И если он так и будет, крыша загорится, прогорит, там листы прогорят. И вот её надо щипцами специальными взять и в бочку с водой погасить её. Вот так, отрискованное дело. Можно с крыши упасть, можно обжечься, но тем не менее, вот так люди вот это делали. И вот они все на крышах заняли позиции. Гул самолётов приближается, немецкие самолёты. Вдруг бац, по всему городу как фейерверк. Зелёные дорожки, вот эти запущенные, значит, ракеты, указывают, значит, направление ударов, куда надо бомбить. То есть, это вот немецкая разведка прямо в городе была, да, вот она была, её не выявили. Её так много было, что это вообще кошмар. Ну, потом их вылавливали, зелёные цепочки это называлось. Вот, вот этих вот ракетчиков, ракетчики их называли. Они были, ракетчики там были. Вот, вы же не готовы были сопротивляться. Ещё один момент такой. У нас долгое время была не то, что под запретом, её никогда не исполняли по радио, романс «Белая акация», «Белая акация», «Гроздья душистая». Вот, я до сих пор не могу его напеть, потому что он мне не на слуху. Вот то, что потом было «Белая акация», «Гроздья душистая», это новодел некий, с теми же словами, там другой текст совершенно. Это такой вот старый русский романс, его называли, наверное, «Белой мигрантским», «Белая акация», «Цветы миграции». Вот, так вот, значит, этот романс был сигналом на радио для действия немецкой разведки в приграничной полосе. Вот, значит, по этому сигналу они должны были начинать свою деятельность передвоенную. Значит, о чём это говорит? Вот это прямо прямой сигнал, что война началась. То есть ни одного человека из этой разведки немецкой, наши, задержать не смогли. Иначе бы мы знали сигнал о начале войны. «Белая акация, цветы миграции». Вот как. А вот они, сигнал, вот этот вот «Белая акация». И помните, тогда было такое произведение, по-моему, «Брестская крепость». Радиопостановка такая трагическая, естественно. И вот, значит, там слушают наши товарищи офицеры, радио настроили. А там романс играет, вот «Белая акация». А мы-то все знаем, это слушатели-то, это же немцы дают своим приказ о начале войны. А эти так вот. Ну, в общем, нам внушали, что война совершенно неожиданно началась. Вообще не думали, вообще вот. И тут бац, война. Это все постарались подтверждать, а теперь, оказывается, уже выдвигали войска туда, вперёд. Для меня это неразрешимое противоречие до сих пор. Я вам говорю, какие-то вопросы снимаются, ну, такие появляются. Не сказать, не... Не скажешь, не вышептешь. Вот так вот. Не сказать, не вышептать. Вот как это правильно говорится. Вот. И вот немцы придвинулись к Москве. Движутся на Москву. Надо сказать, что немцы были опытными военными. Они, естественно, понимали, что в лоб Москву брать нельзя. Её надо охватывать. Один охват шёл к северу, туда вот. Они заняли город Калинин, ныне Тверь. Они форсировали или пытались форсировать канал в районе, значит, Дмитрово, канал имени Москвы. И там они были остановлены. Это такой был радикальный случай. Значит, вот там их остановили. Такая есть диорама на Поклонной горе в музее. Вот там как раз боевые действия у кого-то шлюза. Такой шлюз с корабликами там сверху. Ну, многие этот шлюз видели, которые путешествовали по каналу имени Москвы. Вот он там есть тоже, на этой боевой картине. Там вот остановили немцев. А другое направление немецкое было туда, на Рязань, с юга охватывали. Про Рязанское направление я вам чуть позже скажу. А пока вот тут вот такую вещь. Немцы подумать не могли, что Москва не прикрыта. Вот если бы они воевали не по науке, а разведка бы лучше у них работала, или еще что. Они бы могли двигаться прямо на Москву. Тут у них не было достойного сопротивления. Дело в том, что был такой момент, когда вот фронты, прикрывавшие вот отсюда Москву, они просто потеряли управление. С ними не было связи. Вообще, связь установить, это задача для младшего офицера. Вот это называется в старое время, во времена Кутузова и Суворова это называлось, так сказать, вестовой. А во времена, значит, вот современные, это называется делегат связи. Отправляется делегат связи, который должен установить связь, пакет передать. И должен, значит, вот доложить вот такие дела. Вернуться, сказать, вот там находится пункт связи, вот сейчас связь надо установить, вот так-то, так-то. Так вот, не нашлось в нашей армии, представляете, не нашлось в нашей армии для Сталина таких вестовых, которых можно было бы отправить в качестве делегатов связи, в звание офицера. Нашелся только генерал армии Жуков. Он в ту пору был в Ленинграде. Там, значит, занимался обороной Ленинграда. Он вызывает Сталин Жукова из Ленинграда и поручает ему вот эту вот работу вестового. То есть, вот это вот наша, одна из причин поражения, потому что без инициативности. То есть, инициативу мог проявить только генерал армии. До недавнего времени он был начальником генерального штаба. Вот такой уровень мог функционировать в роли младшего офицера. И он выполнил, прекрасно выполнил приказ, нашел штабы, установил связь, приложил. Всё. Ну, вот ты и будешь ими командовать, сказал Сталин. А кого еще будешь назначить-то? Вот такие дела. Вот. Это вот по части наступления на Москву. Так вот, там было открыто наступление. Наступание хочу. Поэтому закрывали, кем попало. Вот. Народное ополчение. Туда. Вот курсанты Подольского училища. Туда. И у немцев просто время они тратили на то, чтобы их перебить. Им нужно было их перебить. То есть, естественно, вот такого мощного организованного сопротивления оказать они не могли. Перебить, 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 перебить. Так. И тут случилось чудо. Хотя чудо тоже очень, очень такое хитрое чудо. Япония начала войну против США. Чудо очень хитрое. Я сейчас объясню почему. Дело в том, что тогда Соединенными Штатами командовал президент Демократической партии Франклин Делано Рузвельт. Франклин Делано Рузвельт, в общем-то говоря, вступал в дипломатические отношения с советским правительством. Еще до войны. Он устанавливал какие-то отношения, пытался наладить связи, велись какие-то переговоры интересные. Когда посольство в Москве размещать, чтобы там был священник разрешили. Потому что там в России была антирелигиозная борьба. И вот им очень пытались заступить за права верующих в Советском Союзе. Ну, как-то не очень. Понятное дело, что могли там сказать, что у нас все в порядке, а у нас там были все плохо. Вот было бы. Это могли сделать. Вот какие-то такие вот вещи велись. И были глухие слухи. Жульнически, возможно. Значит, тут вот была у нас жена у Молотова. Я забыл, я все равно путаю ее фамилию. То ли Жемчужникова, то ли Жемчугова, то ли Жемчужная. Что-то такое фамилия. Ну, это ее псевдоним, естественно. Жена была еврейка. И у нее был брат еврей, который жил в Нью-Йорке. Ну, типа на Брайтон-Бич. И вот от этого брата через жену еврейку и Молотова, Гитлеру, Сталину поступает предложение. Это еще до войны было. Тут, говорит, президент тамошний. Дядька с Брайтон-Бич договорился с ним. Даст ему взятку, миллион долларов. А тот ему даст, значит, чертежи секретные какого-то линкора. И вот якобы половину этой суммы уже передали туда. И вот дальше очень интересная ситуация. Ведь не посадили ни мужа, ни жену. Никого. А денежки ушли. Полмиллиона ушло в Америку. Кому? Брату? Ну, если это жульническая процедура. Так, ребята, это же сталинские времена. Тебя в лицо обманул близкий товарищ по партии. Ну, если уж Молотова не сажать, то жену-то вот точно. Нет. Жену Молотова посадили. Посадили ее уже после того, как государство Израиль существовало. Голдемир приезжал в Москву, и в беседе с ней вот эта жена Молотова сказала, прежде всего я еврейка, а потом я уже коммунистка. Ах ты, еврейка прежде всего? Ну вот побудь мордовкой. И в мордовские лагеря ее отправили. Вот так вот. Вот только тогда. Вот за полмиллиона нет. А вот за то, что я еврейка прежде всего, а потом уже коммунистка. Вот за это сидеть. А за полмиллиона не сидеть. То есть, может, они не украли полмиллиона, да? Вот я такой вот вопрос ставлю. А че это вдруг? Ну, ладно. Значит, что было дальше? Президент американский поставил под полный контроль разведывательную работу в отношении Японии. А разведывательная работа велась очень просто. В японском представительстве, вот так сказать, полного посольства-то не было по всей. Это вот было как в годы, когда я был во Владике, там было консульство Кореи, Южной Кореи. И оно помещалось просто в одном из номеров в гостинице «Владивосток». Вот. И так же вот и было их консульство. Оно там находится, их посольство, представительство типа того, японское. Они переговоры вели. Там их все эти коды, шифровальная машина какая-то. Вот. И все это было попало в руки американников. Открыли замочек, все скопировали, все, что надо, все. Приходит телеграмма из Японии. Японцы ее начинают расшифровывать. Медлительные такие, все с поклонами. Американцы без поклонов быстро все расшифровали. И на стол аналитику. А президент говорит, не, не аналитику. Не надо аналитиков. Аналитика не надо. Давай мне. Я буду сам один читать. То есть все телеграммы японские читал, переводив на английский язык, читал только президент. Вот он и читал, и читал, и все. В принципе говоря, в этих телеграммах много чего было интересного. Там были руководящие указания по переговорам с американским правительством, которых японская делегация вела. Тема была такая. Американцы потребовали от японцев прекратить войну в Китае. И прикрыли им поставки нефтепродуктов, нефти и металлолома. Это то, что было нужно очень для японской экономики. Не представляют и все. И взять это больше негде. Японцам-то. Но японцы говорят, ладно, мы пойдем с вами на мировую, что вы хотите. Мы не будем нападать на СССР, дадим вам гарантию. Мы не будем, значит, тут вот... Он говорит, что вы там не будете, давайте из Японии войска выводите. Он говорит, да не, ну, господин президент. Мы воевали, воевали, завоевывали, завоевывали. Сейчас бац. И за ваших ржавых железяк мы Китай отдадим? Вы так серьезно думаете? Ну, короче говоря, переговоры так шли потихонечку к срыву. И была получена телеграмма, был в ней указано время, когда эти послы должны явиться к руководителям и объявить, что они приговоры прикрывают и прерывают, и у нас война с вами. Эту момент знал он, президент. В это время тайно японский флот вышел с базы на Курильских островах, когда они были японскими, и отправился к Гавайским островам, к Перхарбоу, чтобы нанести по нему удар. Знаете, это знаменитое начало войны в декабре месяце 41-го года между Японией и Соединенными Штатами. Трагическая такая история. День позора, так назвал президент. Естественно, на ура была объявлена война Японии. Естественно, Япония оказалась в таком положении. Да, между прочим, японцы не готовили его нападения на СССР. Они заказы, все свои, которые военные заказы были, и это, конечно, разведка советская установила своевременно, они оказались обмундированием для действий на юге. На юге. Не в Сибири, а на юге. Для Южной войны. Вот для того, там, где на нефть будет захватывать еще что-то. Между прочим, у немцев тоже не было заказов на теплое обмундирование. Потому что иначе бы это невозможно было бы скрыть. Представляете? Огромное производство теплого обмундирования. Ну, это просто все видят. Видят будут все. Это будет совершенно очевидный факт. И это, конечно, не пройдет мимо советской разведки. А этих заказов не было. Гитлер решил тут захватить склады с обмундированием зимним. Но не захватил. Потому что при приближении противника все сжигалось. У нас была такая тактика выжженной земли. Такая же, как во времена Северной войны. Это когда воевали со шведами. Как во времена Отечественной войны 12-го года. Сжигается все. Уничтожается. Вот такая хроника немецкая. Нам всегда с детства показывали. Дет немец с засущенными рукавами. С автоматом. Или с винтовкой. Голова опущена. А тут деревня горит. Вот он деревню поджег. Нет, он деревню не поджег. Подожгли ее наши, когда отходили. Они входят в деревню. Все сгорело. Где перезем? Где голову преклонить? Ладно, лето тепло. В поле переначиваем. Вот. Вот такие вот дела были. Уничтожался элементы инфраструктуры. Когда Киев наш оставили, дома на Крещатике. Такие видные. Все заминировали. Взрывы были. Горел Крещатик. Вот это, кстати, был лишний повод. Объяснили немцы, почему они евреев уничтожать будут сейчас в Киеве. Потому что это, говорит, евреи делают. Это евреи все подожгли Крещатик. Ну, естественно, это такой вот кровавый навет очередной. Вот так вот это было поставлено дело. Ну, так ладно, вернемся к Перхарбору. И вот нападение на Перхарбор оказалось совершенно неожиданным. Этот час президент знал, почему он армию не поставил в соответствующие... Почему не объявил по всей армии, так сказать, тревогу. Вот они. Филиппины, Перхарбор, побережье. Надо, чтобы был нанесен удар. Чтобы уже... Ну, понимаете, вот придут они в боевую готовность, обнаружат этот вот флот. Не нанесет по нему удар, по японскому флоту. А просто вот они его обнаружили, все. Он уже не сможет так же скрытный удар не нанесет. Все, это уже поражение. Ну, вот так вот повезло им, что японцы не уничтожили склады топлива на Гавайских островах. Оно там осталось. Повезло, а скорее всего, просто специально было сделано, что японцы думали. Им японский атташе, японский консул на Гавайских островах, постоянно сообщал дислокацию кораблей в бухтах. Так вот, почему-то он не сообщил им, что там нет авианосцев. А авианосцы все куда-то вышли, какие-то учения. То есть они под удар не попали. А авианосцы. А авианосцы это были главные ударные силы флота в той войне. Вот. Вот этот вот момент такой повезло. Как бы им, да, вот как не знаю. Ну, повезло. Вот. Постоянно требовали расследования. Во время войны расследования были секретные. Вот. Возглавлял это расследование Уоррен. Знакомая фамилия? Уоррен, Линдон Джонсон. Уоррен его назначил, значит, в комиссию, представителем комиссии по расследованию убийства Джона Кеннеди. Вот. Помните, там нам, когда рассказывали, пропадали какие-то свидетели по время убийства Джона Кеннеди, вот и расследовали. Что-то там было все хитро, очень непонятно. Тут тоже какой-то свидетель, значит, у него переправлялся на... в Нью-Йорке, вот через пролив, через залив на пароме. Вдруг у него заработал двигателем автомобиль, и он богом нырнул в этот самый... и утонул. Гудзон, что ли там, или как называется? Пуф, и все. Буль-буль. Вот такие вот дела. Ну, в общем, странно было все. Заминали, 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 заминали. Был такой сенатор Маккартни, который уже после войны, уже не было президента этого. Он все копал, искал коммунистов. Ну, находил коммунистов, потому что таки, да, действительно, секрет ядерной бомбы Советскому Союзу передали коммунисты. Вот, американские. И он, значит, их вычислял, 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 вычислял. Ну, вот были гонения там, надо-не надо, всех с левыми взглядами он к ногтю, значит, приставлял. Ну, в основном это люди лишались работы. А это люди были интеллектуальные труда, они оставались без дел. Вот. И, наконец, он добрался, говорит, слушайте, и говорит, а Франклин Донна Рузельта, а не с коммунистом ли он сотрудничал? А? После этого, а? Его самого к ногтю отправили, он остался не у дел. Вот. Ну, так, короче говоря, Япония напала на Соединенные Штаты. Америка, значит, началась эта война. Америка, как сказал один какой-то японский адмирал, мы, говорит, разбудили тигра. Вот. Через два дня Гитлер объявил войну Америке. Два дня ему потребовалось, чтобы составить хорошую пылкую речь. Он рассчитывал, что Япония объявит войну Советскому Союзу. Япония не объявила. Потому что, а зачем? А зачем объявлять войну Советскому Союзу? Тогда, значит, сразу американские базы появятся в Приморье и будут наносить удары по Куревским островам, по острову Хоккайдо, по Токио. А так им надо воевать и он откуда? Из Австралии. Потому что очень быстро они захватили и Филиппины, и французский Индокитай. Просто французский Индокитай стал их, потому что французы были союзниками Америки, те, когда союзниками Германии. Это вы помните режим Виши. Вот. И откуда? С Гавайских островов или в Австралии только оставалось воевать. Вот они вот тут продвигались очень быстро. Бирма. Туда вот Бирму, по-моему, захватили они. Под угрозой уже теперь, значит, ну тут джунгли, вот только что единственное закрываю. Под угрозой уже Индия. Жемчужина Британской империи. Всё очень плохо. Война идёт. Вот. А воевать против Москвы Токио не собирался. Ну, куда ему ещё война, второй фронт, зачем? Вот. И поэтому с Дальнего Востока советские вооружённые силы стали спешно перебрасываться под Москву. Престали пребывать так называемые сибирские дивизии и среднеазиатского округа. Тем временем были, обезопасили юг России, юг Советского Союза под Брюшье. Советские Союзы и Великобритания оккупировали Иран пополам, да. Чтобы селеза Иран, во-первых, чтобы там не действовали про-германские силы, рядом подавили силы про-германские в Ираке. Маленькая победоносная война была, ну, совсем маленькая. Британцы их там призвали к порядку, оккупировали то же самое. Вот. Ну, а Иран стал транзитной страной для поставок из Америки. Спешные поставки шли, значит, на Мурманск под огнём немецких бомбардировщиков под прицелами, перископами немецких подводных лодок. А те, что подольше, они шли, значит, через Панамский канал вдоль побережья Чили, в юг Тихого океана, так, чтобы обойти зону действий с Японией. Потом там, значит, южнее Австралии пробирались они до Африки, Мозамбикским проливом. Кстати, то было уязвимое место, но это позже, это уязвимость ликвидировали, там французы были, союзники Гитлера, вот те, бешистые. И пробирались они вдоль Аравийского полуострова, в Персидский залив, там разгружались, дороги были специальные, строились тогда в сторону Баку, вот туда возили. Тётя моя дорогу проектировала. Тётя, тётя, Галина Миронна её звали, да, Царство Небесное. Вот, такие вот дела. Вот, там и паровозы оттуда, то есть там и железка была, очевидно, в этих местах построена. Паровозы гнали, грузовики поставляли там, продовольствие, ну, такие неспешные. А спешные, что срочно, вот наступление истребителей, давай истребители, давай истребители, давай танки, срочно туда, все в морпутёк, на северный путь, вернее, да, северный путь. Вот, об этом будет ещё у нас разговор, даст Бог, доживём. Вот, а пока пошли войска. И вот это вот наступление под Москвой, немцев-то, оно тут-то и было остановлено. И тут как-то, знаете, вот сам переломный момент, все обычно упускают. у нас каждый декабрь месяц приходил преподаватель военной истории из военного училища артиллерийского, и нам всем школьники собирались со всех школ, слушали мы лекцию в Дворце культуры, и он нам, значит, с картой показывал вот эту вот войну, да, нашу вот, оборону Москвы. Но я не знал, какой первый город во время обороны под Москвой был освобождён от немцев. Потом нам показывали фильм, кстати говоря, оскароносный фильм «Разгром немцев под Москвой». Он получил Оскара. Ну, тот вариант, что с английским языком был, он был снят, немножко перемонтирован был, был снят, значит, для показа за границей. И вот он в каком году-то, в 43-м Оскара получил. По-моему, в 43-м он. Оскар, первый Оскар советский, это был за документальный фильм. Вот, Оскар за документальный фильм. Вот. И, вот как освобождён был первый город. Немцы заняли город Михайлов. Это город Рязанский. Это город на дороге, которая вот с Павелецкого вокзала идёт в сторону Тамбова. Вот на этой дороге город. Ну, достаточно крупный город. Они заняли и стали двигаться на Рязань. Рязань уже была вся перекопана рвами, стояли ежи. Люди сжигали всякие фотографии, где они там рядом с памятником Ленину, сфотографировали ещё чего-нибудь. Ну, потому что знали, тут гестапо ничем не лучше НКВД. они так полагали. Вот. И немцы ещё продвигались в сторону станции Ряжск. А эта станция была узловая на дороге, значит, которая соединяла центр России, Москву вот с Воронежем, с Ростовом-на-Дону и с Баку. Вот нефтепродукты из Баку подвозились именно по этой дороге. Если бы немцы заняли эту станцию, перерезали бы дорогу, заняли бы, удержали бы её, вот, а то они перервали бы поставки топлива из Баку, из Советского Азербайджана, на фронт, до вскрытия Волги ото льда. Вот когда Волга ото льда вскроется, тогда бы смогли на баржах, значит, доставлять нефть и нефтепродукты из Баку. Только так, не раньше того. Вот. То есть, вообще, вот на 1942 год Гитлер ставил задачу отрезать от Кавказа Советский Союз. И вот, в принципе говоря, вот тогда, вот если бы задача была выполнена, они бы отрезали. Естественно, дальнейший ход войны выглядел бы совсем по-другому. Понятное дело, что вот мы всё равно победили бы, но ясно, что конфигурация победы, ход войны был бы совсем другим. Может быть, до линии Архангельскоттлс-Астраха немцы бы не дошли. Я думаю, что они бы не дошли бы даже до Самары. Ну, так вот, мне так кажется, всё-таки зима была, но типа Москву бы однозначно заняли бы. Москва, это была бы их. Самара была резервная столица, и туда уехало всё руководство. В Самаре был посооружён бункер для Сталина. Вот в этот бункер для Сталина сейчас пускают, значит, туристов. Бункер простоял всё время в исправности. А потом рядом с этим бункером, по-моему, кто-то, типа главный архитектор города или ещё кто-то, он большой человек, решил построить себе дом. Стал копать котлован, и вот он повредил гидроизоляцию бункера, наконец. И там стал бункер, и ног где-то подтекать в одном месте. Вот я там был в этом бункере на экскурсии. Там на стене висит карта с обстановкой. Как раз обстановка вот на тот момент, на момент наступления на Ряжск. Я вот запомнил эту карту. Вот. Немцы, значит, Ряжск не взяли. В Ряжске из вагонов выгрузили бригаду морской пехоты, которая ехала с Дальнего Востока на Москву. Тут её выгрузили, и её бросили в бой. Значит, моряки в бушлатах отбросили они немцев от Ряжска и продолжили своё движение. Там ещё боковая ветка есть, которая туда, в сторону Калуги, идёт через Скопин. И вот первый город, который они освободили, был город Скопин. Он там вообще в тех местах, все рязанские города, они так стоят на возвышениях, вот так подъезжаешь, он в таком, как на столе, город стоит, да? Вот. И вот была сцена очень эффектная. Моряки, значит, поднимаются по этому склону, и вот там только раз такое чёрное пятно, а вокруг красная каёмка. Вот. Чёрные цветы такие вот были 41-го года. Скопин освободили. Эта бригада морской пехоты сейчас в Скопине похоронена. Момент этот был очень важный, на самом деле. Очень важный был момент. Дело в том, что вот эта бригада морской пехоты много кого спасла. Если бы немцы заняли бы город Ряжск, перерезали бы дорогу, а дальше у них открывалась дорога на Мордовию, наступление, я вам говорил про тактику выжженной земли. Говорил? Говорил. И вот тактика выжженной земли касалась не только там уничтожения посевов, сжигания инфраструктуры, что-то ещё такого. Она ещё касалась и уничтожения заключённых. То есть при отступлении тюрьмы на тот свет отправляли. Выдумывали фальшивый приговор, они собирались тут с немцами связаться, ещё чего-то такое там, и расстреливали. А Мордовия – это огромные лагеря. Лагеря, и сейчас там лагеря. Лагеря политические, те, кто называют, 58-я статья, те, кто сидели ни за что, всё, что называется, их, естественно, сразу всех расстреляли. То есть, понимаете, вот весь цвет нашего общества, который ещё, так сказать, сохранялся в этих лагерях, он сохранялся двойную функцию, ты мил, они на войну-то их не послали, они там сидели. Его бы не было. То есть, много чего бы не было. Много чего бы после войны не удалось бы. Их потом-то, в конце концов, выпустили эти. Некоторых даже раньше, чем в Сталину умер, выпустили, а уж после Сталина-то вообще всех отпустили. А так бы некого было бы отпускать, всех бы расстреляли. Это самые крупные были такие лагеря, они не смертельные были. Вот те, где-нибудь лагеря, Магадан, там Норильск, смертельные лагеря. Там туда просто посылали людей, посылали, 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 они там погибали. Вот. Вот так вот Норильск был построен, так золото добывали в Магадане, всё прочее происходило. Вот. Вот так вот всё вышло дело. Им вот обязана вот эта бригада морской пехоты. Началось контрнаступление. В начале января, 7 января, оно превратилось уже в наступление. Может быть, и не надо так было активно наступать, потому что большие потери наша армия тоже несла, и выдохлась в конце концов. Наступление прекратилось. Впереди был 42-й год. 42-й год ждал Сталин. Ну и военные его ждали. Продолжение наступления на Москву. Но Гитлер, как я уже проболтался, решил наступать на Кавказ. Через степи. Хорошо по степям наступать. А дальше очень интересная вещь. Мало того, что он отрежет Кавказ, он сфорсирует Волгу, а дальше степь. Потом река Урал, а дальше степь. И так степь до самого Китая. И простите меня, а там его дорогие товарищи японские. Союзнички. У них тогда был антикоминтерновский пакт, так называемый. Вот. Понимаете, какой расклад-то получался? Вот очень такая вот ситуация была. Но это впереди еще. Это будущий год. Там еще с вами много о чем надо будет поговорить. О роли Ленд-Лиза. Потому что вот эти вот поставки наших союзников, вновь обретенных, они начались еще в летнее время. Тут на эту тему еще даже Япония не напала на Америку, и не объявлена была война. Германия не объявила войну Америки, а уже приезжали их эмиссары, и договорились, что вам нужно поставить, какие нужны поставки. И через Великобританию все это гнали в Советский Союз на ставки. Почему через Великобританию? Потому что британский флот хранил конвои, он водил, да? А американские военные суда не участвовали в этом, да? То есть там такой порядок был. Мы не воюем, мы не воюем, мы не воюем. Должен был все время президент доказывать своим, мы ни в какую войну не лезем. Ну вот я, он объяснял, почему он приняли закон о Ленд-Лизе, чтобы помогать Британии. Так было для Британии и Китая. Тогда вот двум странам. Вот представьте себе, вот у вас сосед есть, да? Вы там живете где-нибудь на каком-нибудь ранчо вашем, да? Где-нибудь в Техасе. Так к простому народу он обращается по радио. У вас есть шланг, а у соседа пожар. Что вы ему шланг не дадите, что ли? Пожар потушить? Что вы ему продавать его будете? Вы ему дадите, он потушит, вам потом отдаст. Это же вам самим нужно, чтобы пожар потушил у соседа. И вот мы этот шланг сейчас дадим, значит, китайцам. Они будут воевать против Японии. И дадим шланг Британии. Они воевать будут против Германии. Они потом нам после войны отдадут. Ну вот, конечно, он так раздурил, что они патроны отдадут, стрельные гильзы, танки. Ничего, конечно, никто не отдаст. Кстати говоря, немецкие лётчики сражались в Китае против японцев. Так же, как и советские, кстати говоря, помогали там вот китайцам. Но всё это было тайно, под покровом секретности. Ленд-лиз существовал, поставки шли. Ну и, соответственно, в этот ленд-лиз попал и Советский Союз. Сразу, как только на него напала Германия. А впереди был 42-й год. Год, наверное, год самого большого продвижения немецкой армии по советской территории, кстати говоря. Год, когда во всю силу развернулось партизанское движение. Ну, много чего случилось. Ну, ладно, заканчивать мне надо, господа, дорогие мои товарищи. Я в самом начале забыл вас попросить о вспомошенствовании. Вот. Очень жаль, что сегодня только одно такое видео смогу записать. Времени больше нет. Деньги нужны, чтобы мне меньше ходить на работу. Надо было, меньше нагрузка была. Присылайте мне деньги, кто может. Внизу у меня под видео есть номер моей Сбербанковской карточки. Он цифрами кончается. 32-43. Зрители других видео просили не комментировать это датами. Дата у меня такая была 32-43. 32-43 это последний год перед приходом Гитлера к власти в Германии. А 43-43 это год победы под Сталинградом, Курской битвы, освобождение Киева, форсирование Днепра. Люди возмущаются. От кого Киев освободили, да, говорят? У меня такие зрители есть, да. Киев, говорит, не освободили. На смену, говорит, коричневым убийцам пришли красные, да. Вот, но тем не менее, 32-43 заканчивается номер моей карточки Сбербанковской. Яндекс.Деньги, Киеве кошелек, там все это есть, номер счета. Вот в Сбербанке все реквизиты, что нужно. Ну, а Киев все-таки мы освободили. Они пришли на смену. Одним убийцам, другие. Это так в Венгрии говорят, на смену коричневым убийцам пришли красные, когда говорят про, значит, взятие Будапешта, медаль за город Будапешт. Ну, пока, счастливо.